МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости и я, Владимир Чубенко. Главные события, факты и комментарии. Сегодня в выпуске. На каких продуктах экономят жители? Ответ в рубрике «Новости из соцсетей». Технический прогресс. Два проекционных пешеходных перехода работают в тестовом режиме в Павлодаре. По зимнему снежно и морозно в регионе станет к концу ноября. Данные спрогнозировали синоптики. В хоре только бабушки. Самому душевному коллективу исполнилось 7 лет. Проекционные пешеходные переходы впервые установили в Павлодаре. В городском Акимате утверждают, что они обезопасят передвижение жителей в непогоду и в ночное время. Зебры на дорогах подсвечены в виде голограммы. Подробности в сюжете Илья Сармазанова. На сегодня в пилотном режиме запустили два проекционных перехода. Один установили по улице Сатпаева на пересечении с Маяковского. Второй будет освещать пешеходу 8-го лицея по улице Астана. Места, к слову, выбрали совместно с управлением полиции, так как именно на этих участках чаще всего автомобилисты наезжают на Павлодарцев. Главным преимуществом таких проекционных пешеходных переходов является эта видимость в непогоду. То есть разметка хорошо видна с расстояния более чем 150 метров даже в ночное время. В зимний же период, когда на дорогах невозможно восстановить разметку в виде термопластика или краски, с помощью таких проекторов можно будет проецировать ее непосредственно на само дорожное полотно. Стоит отметить, в этом году также в качестве эксперимента наносили разметку островков безопасности на дорогах Павлодара. Если проекционные пешеходные переходы зарекомендуют себя, то в следующем году подобные установят еще в 10 местах. Ильяс Рамазанов, Евгений Лежнин, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Подозреваемого в торговле наркотиками задержали в Экибастузе. При личном досмотре в сумке мужчины полицейские нашли два свертка с веществом растительного происхождения. Продолжение этой истории узнаете в обзоре социальных сетей. Спонсор рубрики новости из соцсетей – магазин сантехники «Аквамир». «Аквамир» – надежные товары на долгие годы. Более 30 килограммов запрещенных веществ нашли у жителей Экибастуза. Экспертиза показала, что это наркотики. Задержанный пояснил, что приобрел их в интернете, чтобы подзаработать. Мужчина отправлен под стражу. На каких продуктах вам приходится экономить? Спросил главный новостной аккаунт в инстаграм «Рбис.тв» у своих подписчиков. И вот популярные ответы. У дочки четверо детей в декрете, и муж зарабатывает мало. И что за вопрос, на каких продуктах? Да на всем экономят. Да почти на всем, если берешь, то совсем маленько, чтобы не забыть вкус этих продуктов. Минус мясо и фрукты. Масло подешевле ищешь, скидки. Сахар по 526 только два раза по одному килограмму брала. В субботу на ярмарку за яйцами. Как-то так. Озеленить крыши домов предложил школьник из Павлодара. Ученик 8 класса Егор Дружинин занял первое место в номинации «Лучший зеленый проект республиканского конкурса». В экологическом состязании приняли участие более тысячи школьников со всего Казахстана. По мнению Егора, сад на крыше дома – это дополнительное пространство для отдыха плюс улучшение экологической ситуации в городе. В комментариях люди похвалили парня, но сомневаются лишь в инфраструктуре. Интересно, но на мой взгляд есть три «но». Первое. У нас резко континентальный климат и холодные зимы. Наверняка грунт будет промерзать и растения гибнуть. Второе. У уже имеющихся домов в конструкции не рассчитано дополнительной нагрузки с гидроизоляцией много проблем. Третье. Для полива нужна вода. Спонсор рубрики новости из соцсетей – магазин сантехники «Аквамир». «Аквамир» – надежные товары на долгие годы. Красота, доступность, качество. А что выбираете вы? Магазин сантехники «Аквамир» предлагает товары для комфорта и домашнего уюта. Вас ждет удивительный мир смесителей, душевых стоек, кухонных мойк и сопутствующих товаров. Все для канализации, водопровода и отопления. Богатый выбор на любой кошелек. Всех ждут за покупками по адресу Абая 110. «Аквамир». Спасибо, что выбираете нас. В поселке Солнечный 38-летний мужчина душил соседа из-за залитого потолка в квартире. Инцидент произошел в мае 2022-го и по приговору суда обвиняемому назначили три года ограничения свободы. Вечером сельчанин поднялся этажом выше и начал предъявлять претензии. Оппонент не проникся проблемами, а только предложил вместе отремонтировать крышу. Диалог в итоге закончился потасовкой. Разняла соседей супруга подозреваемого. Он, кстати, вину признал. А сегодня заместитель прокурора Павлодарской области встретился с местными жителями в Аксу. Аделец Сдыков ответил на вопросы горожан. Больше всего людей волновали бытовые проблемы. Какие именно, расскажет Артем Буланов. Мария Пирогова, как и десятки других жителей Аксу, пришла на встречу. Женщину долгое время мучил вопрос о недобросовестных подрядчиках. Она попросила штрафовать тех, кто оставляет после себя горы мусора. Ей обещали взять ситуацию под контроль. У нас облагораживается город очень хорошо. У нас тропинки ложатся, эти детские площадки делают разные. Очень хорошо. Но есть недостаток один. В том, что они делают это, но за собой мусор не убирают. В рамках акции «Занки руины» представители областной прокуратуры, полицейские и госслужащие оказали прывовую помощь населению. Провели личный прием. Основная цель – узнать, что в действительности волнует население. Акция «Занки руины». Эта акция проводится по поручению Генеральной прокуратуры по всей стране. Сегодня мы приехали со всеми уполномоченными органами Павлодарской области областного звена. Организаторы встречи отметили – важно слышать проблемы людей и своевременно реагировать на них. Подобные акции пройдут и в других городах региона. Артем Буланов, Серик Унакбаев, телекомпания «Ирбез». После рекламы в нашем выпуске. Микрорайон без воды. Две недели в домах Зеленстроя не было оживительной. У природы нет плохой погоды. Когда в Павлодар придет настоящая зима? Не бурановские бабушки. Семь лет исполняется в этом году ансамблю «Сагым Жилдар». Новости спорта и специальный инфоблог. Скоро продолжим. Внимание! Отличная новость! Только в ноябре магазин сантехники «Керемет Сантех» проводит акцию «Золотая осень». В этот период повладарцы могут приобрести самую современную сантехнику мировых брендов со скидкой до 30%. В акции участвуют вся сантехника и аксессуары. Ванны, унитазы, смесители, душевые ограждения и системы. Мебель для ванной комнаты, зеркала, полотенца-сушители и другой ассортимент. Спешите в магазин «Керемет Сантех». Приобрести сантехнику со скидкой до 30%. Улица Циолковского, 24. Наступает пора простуд и авитаминоза. А это значит, пора позаботиться о своем здоровье и приобрести натуральный продукт, богатый своими полезными веществами и витаминами. Отдел «Мед Алтая» предлагает экологически чистую продукцию с различными вкусами и целебными свойствами. Специально для вас представлена огромная линейка особых сортов. Действует акция. При покупке одного килограмма меда, получив подарок, еще один – мед. Само слово тут звучит сладко. Что уже говорить о его вкусе? Янтарное тягучее лакомство, которое может стать отличным презентом на любой праздник. Всех ждут по адресу Торговый дом Квазар, улица Истая, 81, Медовый ряд, Мутик, 110. Хочешь автомобиль? Национальная лотерея «Сято Жолдос» поможет тебе. Купи 6 билетов Лото 6 из 49 стоимостью 1800 тенге и получи шанс выиграть новую Камри. Розыгрыш состоится 26 октября. Билеты в точках продаж лотереи в отделении Кочты и на сайте sz.kz. Я Елена Белоградова, и я всех приветствую в студии программы «Здоровая тема». Мы не выставляем диагноз, а разбираемся в тонкостях болезни. Как отличить астма или аллергия? Приходит кому-то в гости, и там начинает уже звук, чихание, а если потрогает, и потом протрет глаза, и у него прямо опухает там глаз. Сейчас уже все, вот до такой степени приступы. Но жить без приступов или без ингаляторов, это уже зависит от самого пациента. Очищаем свои легкие, и это «Здоровая тема». «Здоровая тема» на телеканале «Ирбис». Не пропустите! Время экономических новостей. Рубрику на этой неделе ведет Азамат Айтхалин. Азамат, я тебя приветствую. Ответь вот на такой вопрос. Ты хранишь деньги на депозите? Привет, Владимир. Да, чтобы накопить на путешествия. Здравствуйте. По данным Нацбанка Республики, на депозитных счетах казахстанцев хранится почти 14,7 триллионов тенге. Стоит отметить, что объем вкладов заметно вырос. Еще в июне общая сумма составляла 13,7 триллионов тенге. При этом деньги распределены между банками неравномерно. Больше половины всех средств хранится на вкладах всего четырех банков. А в магазине сантехники «Керамет Сантех» акция «Золотая осень». В этот период повладарцы могут приобрести самую современную сантехнику мировых брендов со скидкой до 30%. В акции участвуют вся сантехника и аксессуары. Ванны, унитазы, смесители, душевые ограждения и системы, мебель для ванной комнаты, зеркала, полотенцесушители и другой ассортимент. Спешите в магазин «Керамет Сантех» приобрести сантехнику со скидкой до 30%. Улица Циолковского, 24. В завершение курс валют в повладаре доллар стоит 471 тенге, евро 467, рубль 7 тенге 35 тен. У меня на этом все. Владимир. Благодарю тебя. А теперь отличная новость для тех, кто хочет быть самым стильным в холодную погоду. Элегантную и недорогую обувь из Белоруссии можно будет купить в повладаре с 1 по 6 ноября. Ассортимент ярмарки пополнился большой зимней коллекцией. С белорусской ярмаркой многие повладарцы, знакомые уже давно, успели оценить по достоинству качество. Все отзывы только положительные, поэтому не упустите возможность приобрести зимнюю обувь из новой коллекции, как это сделала Надежда Старожук. Она постоянная покупательница и практически не пропускает завозы. Эта ярмарка известна давно, и я бываю всегда, когда привозят что-нибудь. Вот летняя была, я взяла туфли себе, и сейчас тоже мне понравились легкие, удобные. В повладаре белорусская ярмарка проходит часто, и каждый раз пары разлетаются, как горячие пирожки. Постоянные покупатели знают, здесь есть обувь на любую ногу. Женские размеры с 36 по 42, мужские с 40 по 49. Фасоны и расцветки порадуют даже самых взыскательных. Цены доступны для каждого. Мужская пара стоит от 18 тысяч тенге и выше, женская от 11 тысяч. Как правило, все болезни от ног, поэтому нужно носить качественную и удобную обувь на проблемные ноги. Для тех, у кого высокий подъем, широкая голенища, выступающая косточка. Вся наша обувь из натуральной телячьей кожи и овчиного меха. Также наша обувь имеет ортопедическую основу, противоскользящую подошву и гелевые вставки антилет. Ярмарка белорусской обуви будет проходить в повладаре до 6 ноября. В городском дворце культуры имени Естая на втором этаже. Без выходных с 10 утра до 7 вечера. Обещают порадовать грандиозной зимней коллекцией женской и мужской обуви. Ожидается большое поступление. Поэтому желающим приобрести недорогую и качественную обувь следует поспешить. Азамат Айтхалин Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Две недели в домах микрорайона «Зеленстрой» не было воды. Все лето подрядчик прокладывал канализацию на улицах частного сектора и уже в пятый раз повредил трубопровод. С жителями встречались чиновники, а они пообещали решить проблему. Подробности в следующем сюжете. Строительство канализации в микрорайоне «Зеленстрой» начали в июне. Местные жители утверждали, что с началом работ постоянно начали отключать воду надолго. По их словам, подрядчики регулярно при раскопках повреждали трубопровод. Уже раз в пять нанорвали нам эту воду. А как они сейчас подсоединяют? Кто это контролирует? Сейчас они подрядчики как попало подсоединят нам, а зимой замерзнут все, они уедут. Что мы будем сидеть без воды? Почему никаких мер не принимают? Куда только не звонишь, они друг на друга. ЖКХ на жилищную инспекцию, жилищная инспекция на Акимат, Акимат еще куда-то. И вот так мы не можем правды добиться нигде. А сидим две недели без воды. При проведении работ по строительству канализации в микрорайоне «Зеленстрой» были повреждены сети водоснабжения. Это случилось из-за тем, что сети водоснабжения по факту были уложены на несколько метров ближе к поверхности, нежели это было указано на схемах существующих. Подряд на организации отдела строительства были сразу же начаты работы по восстановлению данных повреждений. Чиновники провели встречу с жителями. После нее они приняли решение прекратить строительство канализации в микрорайоне. Будет разработана новая проектно-сметная документация. Весной работы продолжат. А улицы, на которых уже протянули сети, засыпают грунтом. Асфальт восстановят в 2023 году. Ильяс Рамазанов, Серик Конакбаев, Евгений Лежнин, телекомпания «Ирбис». Аварийные деревья на детской площадке по Сурраганово-1 могут стать причиной несчастного случая, утверждают местные жители. Люди переживают за безопасность своих детей. Проблему сняли на камеру телефона и прислали в мобильное приложение. Сейчас увидим все подробности в нашей постоянной рубрике. Давайте смотреть. Спонсор мобильного приложения – салон-магазин немецкой обуви «ДЕ» приглашает на новое поступление «Осень-зима». «ДЕ» – качество во всем. Сурраганово-1 во дворе детская площадка. Сурраганово-1 во дворе детской площадки. Горка. Вот скорогач. Высокий. На корке держится. Скоро упадет. Детей рожает. Вот тополь огромный. И провод электрический к нам в квартиру идет. Тогда не попадет, и без света будем. Огромная просьба, помогите нам. Что за бесхозяйственность? Уже который день подряд из-под земли течет ручей, который подтопляет учреждение детской деревни семейного типа. И все это происходит по адресу Павлова, 68, дробь 2. Прошу обратить внимание. Город Аксу. Почему в Астана-24 нет освещения возле подъездов? Хотя ежемесячно платим за это. Вот Астана-22. Везде есть освещение. Астана-18 тоже есть освещение. Астана-28 тоже есть. Почему нету в 24-м доме? Хотя счет приходит ежемесячно. И мы это все платим. Трасса вдоль Кинджиколе. Павлова семей. Вот поставили столбы, фонари. Вот примерно полгода назад. И ни разу не горели. Ни разу не горели. Здесь очень большой поток машины. И здесь населенный пункт. Здесь обязательно нужен освещение. Примите меры. Добрый вечер. Компания Ирбис. Телезрители. Вот у нас здесь парковка. 1 мая, 286. А вот у нас здесь детская площадка. Приезжал Аким. Поздравлял. С новой детской площадкой. Ну, для чего все это делалось? Наверное, для вот этих машин. Прошу разобраться. Горячих тепловых. Поменяли трубы. Асфальт уже 2 месяца, да? Да, конечно, уже прошло уже, наверное, 2 месяца. Только оставили. Скоро снег будет. Павлова 12. Геринга 3. Двор. И вот тут, когда машина едет, и тормозит. Спонсор мобильного приложения салон-магазин немецкой обуви ДЕ приглашает на новое поступление осень-зима. ДЕ. Качество во всем. Салон-магазин немецкой обуви ДЕ приглашает всех, кто ценит качество и комфорт, на новое поступление осень-зима. Стильная мужская и женская обувь от ведущих мировых брендов. Марка Тотс, Каприз, Рикер, Яна, Баден, Ральф Рингер и многие другие. С таким богатым выбором вы легко подберете обувь для любого случая. Если вы не знаете, что вам нужно, приходите, у нас это есть. ДЕ. Качество во всем. Улица Лермонтова, 106. На 17 миллионов тенге стекол для остановок закупили в Павлодаре. По информации Акимата, обслуживать павильоны не так просто. Вандалы рушат все, причем даже на центральных улицах города. В полиции между тем предупреждают, за порчу имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность. Артем Клеван продолжит. С начала года в Павлодаре заменить стекла пришлось уже на 85 остановках. Бьют их на протяжении многих лет с заядлой регулярностью. Причем причины чаще всего совершенно необъективны. И делают это ради забавы или состояния алкогольного опьянения. Атакам вандалов больше всего подвергаются павильоны по проспекту Назарбаева, улицам Камзина, Естая и Сатпаева. Бьют, значит не любят. Павлодаре стеклянные остановки уже давно стали элементом городского благоустройства. Всего их установлено 145, но вот покоя они не дают. Подрядная организация вновь закупила стекла «Триплекс». Всего 230 штук. Меняют по мере выявления повреждений. Имеются проблемы и по металлическим остановкам. Довольно часто на них совершаются наезды автомобилей. Также на дороге М38 в сторону села Павлодарская несколько раз были установлены случаи кражи металлических листов, которыми обшиты обстановки. В городском Акимате говорят даже о клеивании остановок объявлениями проблема. Запрет есть и знают об этом все. Но внимание обращают единицы. А впоследствии возвращать таким павильонам эстетичный вид сложно. В полиции, к слову, напомнили об ответственности. За порчу чужого имущества произведена статья 434-я, это мелкое хулиганство. За нее предусмотрен штраф в размере 5 месяцев в расчетном показателе, либо административный арест до 10 суток. Также за причинение ущерба в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность. Это статья 202-я уголовная кроссия результата в Казахстане. Кстати, по данным полиции, в случае ДТП возместить ущерб легче всего. Такой факт скрыть сложно и оплачивать впоследствии по страховке автолюбителя. А чиновникам остается лишь взывать к совести, бережнее относиться к городскому имуществу. Артем Клемат, Серико Нагбаев, телекомпания «Ирбис». Время коммунальной сводки. Ее ведущий Ильяс Рамазанов. Ильяс, я тебя приветствую. Сегодня по адресу Олжабай-Батыра, 21, не было водоснабжения. В чем там причина? Добрый вечер, Владимир. Да, практически весь день там не было воды из-за аварии. Здравствуйте. К слову, кроме того, с 11 утра воду отключали в зданиях управления и департамента по чрезвычайным ситуациям, а также в колледжах управления и питания по этой улице. Сроки устранения повреждения в службе 109 не назвали. Пользуясь случаем, напомню, по номерам, указанным на экране, вы можете обратиться в нашу редакцию и пожаловаться на проблемы с обслуживающими организациями, если у вас затоплен подвал или батареи в квартирах недостаточно горячие. Мы к вам приедем и постараемся выяснить причину. А теперь информация о намеченных на 2 ноября отключениях. В связи с переврезкой трубопровода по Исиналиево на шести улицах Паводаря отключат воду. Туда попадаются от Паева 29 ноября Астана, Естая, Исиналиева, Карла Маркса. Кроме того, в течение суток воды не будет в педагогическом колледже имени Ахметова, в Краеведческом музее Потанина и Ертес. В компании «Монополисты» сообщили, работы пройдут со 2 по 3 ноября. А свет в среду отключат в колледже управления по улице Оужабай-Батыра. Причина – ремонт на трансформаторной подстанции. Обесточат здание с 9 утра ориентировочно до 10.30. По той же причине останутся без света жители частных домов в проезде Б на лесозаводе. Электричество не будет с 10.30 до 12.00, сообщили в энергетической компании. На этом у меня все. Владимир. Это была коммунальная сводка. Зима в Павлодар придет к концу ноября. А в ближайшую неделю, по информации синоптиков, в области пройдет снег с дождем. После небольшой затишья. При этом октябрь приятно удивил даже специалистов. Октябрь 2022 года аномальным не назвать, но в том, что он приятно удивил Павлодарца единогласный. Осадков практически не было, а воздух на улице прогревался днем в среднем до плюс 15. Все супер было в октябре. Мне все понравилось. Бывает в это время уже и снег. Слава Богу, его нет. Еще и даже солнышко светит. Очень хорошо. Солнечная погода, солнечное настроение хорошее. Поэтому, нет, вещи не доставало. Еще рано. Хочется подольше побыть. В тепле, как говорится, побаловаться солнышком. И все же в ближайшее время осень начнет отступать. По информации синоптиков, радоваться плюсовой температуре по сути осталось неделю. Согласно консультативному прогнозу, среднемесячная температура ожидается в пределах 5-7 градусов мороза, что около нормы. И количество осадков по всей области тоже около нормы. До середины первой декады по северу и западу области сохраняются осадки. В ночные часы и утренние это снег и мокрый снег, поскольку температуры будут в пределах от 0-5 мороза до 0-5 тепла. И днем уже больше в виде дождя при температурах от 1-6 до 50 градусов тепла. В середине ноября осадков особо не ожидают. При этом столбики термометров в днем в среднем будут держаться на отметке минус 5, а ночью опускаться до минус 10. А к концу месяца в регион придет уже настоящая зима. Артем Клеван, Сирикон Акбаев, телекомпания «Ирбис». В этом году исполняется 7 лет ансамблю «Сагым Жилдар». По случаю коллектив устроил сольный концерт. Артисты группы уже знакомы, ценители музыкального искусства. К каждому выступлению они подходят с самоотдачей. В этом убедился наш корреспондент. Ансамбль «Сагым Жилдар» был создан в 2015 году при культурно-досуговом центре имени Куата Буситова. Участницам от 60 до 80 лет. У каждой душа поет. Своё увлечение они с радостью и молодым азартом реализуют на сцене. Исполняют народные песни. После выхода на пенсию мы не стали сидеть сложа руки. Как говорится, творчеству все возрасты покорны. Поэтому решили поделиться своим искусством с народом. Собрали коллектив и стали выступать. Часто бываем в школах, в доме престарелых, проводим встречи с ветеранами. В составе ансамбля 13 человек. Художественный руководитель отмечает всегда рады новым участницам. Через своё творчество они напоминают о забытом фольклоре казахского народа. Азамат Айкхалин, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Ко мне в студии присоединяется ведущий спортивных намостей Артём Буланов. Артём, я тебя приветствую. Смотри, какая у меня цифра дня есть. 44-4. И вот с такой уверенной победы начали чемпионат республики наши гонболисты. Ещё что отметил. Постартовали соревнования в Костанае, обыграли павлодарцы вторую команду хозяев. А самыми результативными были Игорь Романов, Иван Банников. Вот такая. Совершенно верно, Владимир. Здравствуй. Здравствуйте, дорогие зрители. У меня для тебя тоже есть цифра дня. Так. Всего 23 секунды понадобилось бойцу из Павлодара, Фанилю Рафикову, чтобы отправить своего соперника из Бразилии в нокаут. А на его выходе пел рэпер Трувер. Обо всём этом через мгновение. Не переключайте. Ураганная победа. Популярный казахстанский боец смешанных единоборств из Павлодара, Фанилю Рафикову прозвищу «Казахстанский МакГрегор». На турнире «Найза-46» в Алматы буквально снес своего оппонента. Болельщики оценили яркое шоу перед поединком. Поддержал земляка известный в СНГ рэпер из прииртышья «Трувер». Да-да, вы не ослышались, да и зрение вас не подвело. Трувер зачитал на выходе у Фаниля Рафикова. Два простых павлодарских парня прокладывают свою дорогу в индустрии развлечений и делают это по всем законам жанра. В главном поединке вечера Рафика встретился с бразильским спортсменом Тиаго Луисом Сильвой. Поединок завершился уже на 22 секунде брутальным нокаутом. И неужели все так быстро закончится? Все! Фаниль Рафика поддерживает победу! 22 секунды! После победы Павлодарец поблагодарил родной город болельщиков и тех, кто стоял у истоков его карьеры в ММА. На данный момент Фаниль Рафиков провел уже 27 боев в профессиональной карьере, одержав 21 победу. Хоккейный ртыш продолжает радовать своих болельщиков, хотя по своему составу и подбору игроков самая бедная команда чемпионата уступает почти всем клубам лиги, но у коллектива есть главное характер и преданные люди на трибунах. Все ради болельщиков с этим девизом ртыш живет последние годы. К счастью, хоккеисты разделяют эту позицию и дарят жителям города минуты счастья. Матчи против Алматы невероятно важны. Соседи по турнирной таблице отдали все силы в этом противостоянии. Удивил нападающий хозяев Филипп Святына, он автор хет-трика. Команда помогла, тренера поверили, все получилось, забил голой. Ты конкретно по каждому игроку Алматы дал пацанам установку, ну по каждому игроку Алматы прошелся. Ты изучал, смотрел трансляции, обзоры, откуда такое познание тактики Алматы? Да нет, много лет играю в Казахстане, с некоторыми лично знаком, поэтому их не сильные качества с кем знаком, тех просто подсказал ребятам, дабы опасаться этого. Вторым героем этой встречи после Филиппа стал американский вратарь Алматы Ник Вилардо. Голкипер просто вытащил своих партнеров в овертайм, не позволил проиграть разгромно. На три гола святыны ответили машинецы рыжих и твердохлебов. Все решилось в дополнительном отрезке. Важная шайба на счету повладарского воспитанника Юсупа Асуханова. Победа 4-3 и болельщики в восторге. На секунду даже показалось, что вернулись чемпионские сезоны. Настолько тепло люди относятся к РТШу. Порядка 3000 человек из 20 стран вышли на старт Туркестан Марафон 2022. Большой беговой турнир прошел в колоритном этно-стиле. Маршрут дистанции пролегал по живописным локациям древнего города. Соревновались участники согласно возрастным группам. На отрезке 10 километров Виктор Бондаре в своей категории одержал победу. Александр Таранченко финишировал вторым. Самый опытный представитель нашей команды Владимир Кривушкин выступал в дивизионе 60+. Павлодарец стал чемпионом в марафоне. А футболисты Павлодарского при РТШе, а также команда из Астаны и Восточно-Казахстанской области оспаривают награды первого турнира межсезонья. Турнир осенней каникулы традиционно собирает детско-юношеские составы клубов премьер-лиги и спортивных школ в этом сезоне. Внимание к 12-летним ребятам. В следующем году им предстоит дебют в первенстве республики, где играть они будут в формате большого футбола. Этот турнир в первую очередь идет для того, чтобы наши дети смогли перейти именно в формат 11 на 11. То есть, если в формате 11 на 11 без обратных замен, то этот турнир всегда играется с обратными заменами, потому что дети еще физически не все, так скажем, окрепли. То есть, этот турнир именно сделан для этого. Борьбу за трофей первого осеннего турнира ведут 8 команд. Павладар представляют воспитанники спортшколы Иртыши, ФЭЦ и Аксу. Также играют футболисты из города Горняков и Металургов, гости из Астаны и Восточно-Казахстанской области. Игроки очень хорошие, опытные. Ну, что еще могу сказать? Главное нам этот турнир выиграть. Надо забивать больше, получать очки. И многое в этом зависит. Тактика у нас 4. Ну, мы перестраиваемся, у нас сложное перестроение. У нас не как у всех тактика обычная, у нас другие тактики. На турнире каждая команда провела уже по два матча. Сначала играют в подгруппах, сильнейшие затем поборются в финале. Без поражения пока выступают футболисты РТШ, ФЦ Аксу и столичная дружина. В городе Адбасар стартовал масштабный турнир по боксу. Участвуют молодые спортсмены со всей страны. Павлодар не исключение. Наставники рассчитывают на медали в легких весовых категориях. В этих дивизионах на ринг выйдут Ахмеджан Ахмеджанов, Алексей Безниченко, Мухаммед Али Калиф и Жалгас Габдулманав. Также стоит Ашимов готов завоевать для региона награду. Ну а в Павлодаре назвали победителя открытого городского турнира по дзюдо. Соревнования детские. Тем не менее, организаторы отметили несколько рекордных показателей. Авелина Солопова терпеливо ждет своего выхода на татами. В секции дзюдо занимается уже четыре года, но это первые ее соревнования. Поддержать юную спортсменку пришла почти вся семья. Они главные болельщики и кумиры. У моего брата и мой дедушка и папа мастеры спорта по дзюдо. Я хочу быть похожими на них. Я очень нравится этот вид спорта и еще как у моего брата очень много медалей. Я хочу, чтобы у меня было так же. Соревнования очень интересные. Видно, что дзюдо тем самым, что популярно. Дети уже с малого возраста делают такие сложные технические приемы. Это доказывает, что уровень мастерства растет в этих возрастах. Дебюту начинающей спортсменке удался веленобронзовая медалистка. Брат выступил чуть успешнее, давит чемпион. В финале проявил настоящий характер. С таким азартом, отметили специалисты, не проходил еще ни один турнир. Каждый участник был заряжен на победу. Свои силы и умения на татаме показали 140 начинающих дзюдоистов. Кроме павлодарцев в открытом первенстве города выступили спортсмены из Щербактинского, Железинского и Успенского районов. В числе лучших Аймин Тезигбаева, Айяулы Мейтмухамбет и Нургали Каражанулы. Новости спорта подошли к концу, но с вами мы еще не прощаемся. Теперь специальный информационный блок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот таким был сегодняшний день. Запомните его. Для вас работали Артем Буланов и Владимир Чубенко. Увидимся в ближайшем выпуске новостей. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова